здравствуйте дорогие братья и сестры довольно давно у нас не было стримов и видео я стал записывать меньше последнее время это связано с состоянием здоровья очень большой нагрузкой которая у меня сейчас есть нагрузка больше силам поменьше но вот сегодня слава богу можем встретиться и и можем с вами поговорить есть уже вопросы которые пришли к нам по почте пишите пожалуйста задавайте вопросы постараемся на них ответить ну насколько успеем настолько ответим в чем состоит милость божия для умершего человека который в земной жизни жил без бога вот вы говорите что вечной жизни нужно словословить бога и молиться и вот господь помилует этого человека по нашим молитвам и что этот человек будет делать вид ведь ничему такого он не научился живя на земле и все это будет ему образно говоря не в радость тогда почему мы молимся о наших усопших вы знаете прощение которое человек получает незаслуженно может перевернуть душу человека и когда человек вечности но я хочу сказать что это все наше предположение вообще по смерти человека нам все неизвестно мы верим в том что милость божия простирается дальше и выше чем его суд и когда человек творит дела любви именно в этом и состоит суть наши молитвы усопших тогда господь мы верим может предложить праведность своего суда правду на милость и помиловать этого человека вот теперь представьте что у человека исчерпаны все земные интересы все окончилось все давно позади человек пребывает в неком состоянии нам пока неведомым духовном пока его душа разлучена с телом до суда и в этом состоянии он пребывает в страшном отчаянии тоске и уныние потом в котором пребывают демоны потому что оказалось что самое главное в жизни был ему неведомо а все что было для него ценно но все закончилось и сейчас стало бессмысленным и вдруг этот человек сталкивается с любовью с милостью как самым главным вообще что что есть во вселенной потому что бог есть любовь не изменится ли его душа не отогреется ли он не поймет ли он вот что-то любви такой что раньше не понимал и не изменится ли он я не знаю вот на это мы надеемся христос говорит в доме отца моего обители много и конечно человек который всю жизнь здесь прожил с богом он придет туда как в родной дом а помилованный человек не знавший бога но который родил воспитал или оставил на земле тех кто его любит вот может быть и такой человек будет как-то отогрет божественной любовью через прощение людей и узнает господа ему будет легче там его встретить ну я вот на это надеюсь хотя повторюсь что по смерти о том как происходит суд нам открыто очень мало и из того что открыто мы не можем делать какие-то однозначные выводы если вы встречаете человека который говорит вот этот вот точно погиб такого человека лучше бежать обратите внимание сколько у нас святых кто такой святой святой это не безгрешный человек безгрешных людей нет святой это человек о котором церковь уверена что он в царстве божием вопреки и несмотря на все свои ошибки и у нас их десятки тысяч таких людей а тех кто погиб у нас десятки просто десятки о ком церковь точно говорит что он погиб об иуде о пилате об и роде великом и об и радио гриппе о ересиархах баре и там македонии истории и все это буквально там гонители церкви деки диоклетиан в это вот такие люди их совсем мало церковь очень осторожно всегда потому что мы не знаем как оканчивают жизнь свой человек бывает что человек кается перед смертью и кается искренне господь принимает его покаяние вот вы знаете был такой человек пучков это по моему 6 отделу гпу управление который занимался гонением на церковь все предвоенное время начиная вот там становление советского правительства в начале тридцатых годов он был поставлен на это потому что основные все и чекисты были людьми далекими очень от церковного детства а он в детстве был алтарником пономарем малороссии где-то не помню и его поставили он более менее ориентируется в этом мире в нашем мире нашей церкви и он был страшный человек он обеспечивал продумывал продвигал обновлеческий раскол он готовил документы на все расстрелы епископата священников он продумывал как рушить русскую православную церковь и руки его по локоть в крови может быть даже вы выше по самой теме он в крови когда пришло время ему умирать уже после великой отечественной войны старику заслуженному почетному пенсионеру советскому он пригласил себе патриарха алексей первого семанского и патриарх был у него в закон при закрытых дверях в комнате это умирающего старика пять часов почти и только когда жена уже которая вот-вот должна была стать вдовой забеспокоилась тогда сотрудники охранявшие эту квартиру они постучали и вывели святейшим что он говорил ему пять часов что он рассказывал ну вот у меня есть надежда что это было покаяние помиловал ли его господь если он искренне во всем этом покаялся я уверен что помиловал потому что как говорит григорий богослов как капля по сравнению с океаном так грехи любого человека по сравнению с милосердием божием то есть несоизмеримо поэтому мы не знаем что будет там и какова будет учить этих людей но представляете если он все-таки спасен этот пучков и он видит и знает что же он натворил вот как ему обо всем этом сейчас там молится как вспоминается вот а так повторюсь господь готов творить суд над теми кто жил без милости без любви и без бога если на земле остаются люди которые по любви за них молятся неформально значит все-таки в их сердце жила любовь и за подвиг оставшихся и за то что в сердце этих людей жила любовь несчастных господь по нашей надежде и по нашей молитве их милуют большой очень пространный вопрос от одной рабы божией по поводу сложности взаимоотношений с со своей свекровью видно что ей пришлось очень много потерпеть свекровь непростая женщина жила по соседству потом они съехали жить вместе вы знаете действительно семью построить живя со свекровью счастью тещей свекром очень сложно очень сложно потому что мы очень плохо умеем любить на практике это оказывается мы любим владеем мы любим управляем мы любим получаем и когда что-то наши любимые делают не так как нам представляется правильным мы начинаем или злиться или обижаться или портить им жизнь или скандалить или давить и конечно молодая семья еще не окрепшая когда вот допустим сын находится между мнением матери которую привык с уважением слушать и любимой жены и он должен по закону божьему выбирать жену он должен прежде всего строить свои отношения с женой а уже потом с матерью и также точно его жена если они живут с тещей да вот она должна это понимать это очень сложно я видел много раз как добрые благочестивые действительно верующие имеющие покаяние то есть умеющие работать на собой христиане выдавая замуж и женя своих детей в течение многих лет решали этот вопрос очень тяжело потому что это долго это это в теории легко сказать все теперь ты прежде всего значит там жена вот этого человека потом моя дочь а на практике это очень сложно сделать получаются обиды ссоры скандалы но если если человек христианин тогда он конечно находит в себе силы с божьей помощью именно так вырастает это все преодолевает для меня как для христианина необходимость жить с родственниками допустим жены должна восприниматься как божья задача потому что достаточно легко съехаться и создать семью с девушкой которую ты полюбил все к этому располагает а вот родственники которые даются ей в нагрузку до которого не оказывается рядом вот их полюбить эта задача иногда на десятилетие сначала первая задача это построить с ними нормальные уважительные хорошие отношения понять что божьим промыслом мне данные эти люди сейчас здесь для того чтобы я менялся они такие потому что я в чем-то бога не устраиваю и молиться за них и тогда пройдет время и вы их полюбите у вас появится и ключи к их душе они полюбят вас это вот такой труд который прежде всего называется труд смирения или у апостола павла в его посланиях помогут послание к евреям есть такие слова знаю ваш вашу веру и труд любви вот удивительное сочетание до труд любви такие два казалось бы несочетаемые слова на самом деле любовь это труд прежде всего труд над собой как только вот много раз еще был свидетелем такого что молодая семья живет с родителями сложных отношениях рождаются внуки все это непросто а иногда там бабушка и дедушка вообще а прямо при внуках начинают спорить с средним поколением и говорит что твой папа не прав сделай вот так вот вот это совершенно недопустимые вещи просто категорически недопустимые вещи иногда как раз там допустим жена кричит на свою маму при своей дочке не понимая что все это она получит потом обратно но испытывая как бы трудности преодолевая это молясь люди меняются и вот когда они меняются то у них появляется возможность жить отдельно вот или деньги на съем появляются или свой дом жилье идет трансляция до симуля всем идет трансляция идет да да почему-то в конец картинки почему-то может мы потом записи выложим можем это сделать вот много раз с этим тоже сталкивался вообще господь дает нам препятствия до тех пор пока не произойдут во мне перемены когда вам не произойдут перемены господа уже не нужно нам давать этого там препятствия испытания и она может быть отнята поэтому если молодая семья мучается от отсутствия собственного жилья самый верный и главный путь которым надо идти надо молиться и просить бога чтобы он показал в чем я должен измениться молиться за старшее поколение меняться следующий вопрос у нас даже не вопрос это комментарии видимо к моему рассказывал женщине гинекологи которая в течение десятилетий делал аборты а потом пришла и была в ужасе на исправить и действительно это был ужас она заглянула уже как христианка и принесла это на исправить и вот этот человек говорит что и нельзя осуждать потому что они делают против воли женщин наркоман вводит себе дозу по своей воле виноват ли человек который продал ему наркотики конечно виноват даже если человек в безумии хочет убить своего ребенка христианину не может участвовать в этом убийстве и не может и не должен этот тяжелый грех мы вообще никого осуждать не должны но называть вещи своими именами мы должны здравствуйте отец федора у меня вопрос такой может ли христианин давать отпор обидчику мне кажется нельзя себя доводить состояние забитого существа гадкого утенка состояние забитости это не состояние благодушного смирения и духовного роста человек находящийся в таком состоянии может лишить себя жизни да спасибо этот вопрос который нет общего ответа сейчас объясню почему христос предлагает степень смирения каждому своему ученику любую на мой выбор вот с чем я могу смириться а с чем не могу полезно ли мне смиряться сейчас может быть полезно может я могу это выдержать если могу плод будет очень большой а если не могу полезно может быть и надо сопротивляться но вот тогда когда допустим обижают тех кто от меня зависит или я могу остановить какое-то преступление или там негодяй какой-то плохо себя ведет обижает кого-то там хватает кого-то крадет вещи конечно я должен это остановить и у нас это должны делать прежде всего сильные мужчины то есть мужчина который находится вне своего дома и он сталкивается с несправедливостью с преступлением с обидой слабого который может остановить должен это делать безусловно и это христианин действующий в обществе если обижают лично меня повторюсь здесь христос предлагает мне любую степень смирения чем больше степень смирения я себе возьму осилил тем больше будет духовный плод и награды поэтому например в древнемонашеской литературе можно встретить удивительные рассказы их довольно много о том как молодые монахи то есть простите молодые миряне которые приходили и хотели стать послушниками они искали себе самого обижающего старца самодура который который все время несправедливо обижает вот потому что они искали степени смирения но это не наша дорога мы так не умеем и так не можем и все-таки это монашеская дорога но сам принцип когда человек как бы покрывает смирением порывы своей гордыни ответить там убить стукнуть или там оскорбить в ответ это путь конечно к духовным плодам большим учениям господа научитесь от меня я как роток есть и смирен сердце то есть господь говорит научитесь на меня а как господь действовал его били он не отвечал его там бичевали кнутами его избивали тростями на него надевали церновым венец венец он молился за этих людей очень прости мне веду что творят вот конечно такая степень на нам почти невозможно но есть христиане которые прошли этой дорогой пример первомучник кардиагна стефан святая предмученность лизетта федоровна и многие другие вы в какой-то беседе говорили о занятиях спортом детьми в частности а самбо в каком возрасте как вы считаете по своему опыту лучше отдать детей на борьбу можно ли пораньше или лучше попозже но наверное этот вопрос не ко мне а к тренеру если вашего ребенка уже берут очень хорошо и пусть его берут там это связано просто с проблемами роста и с тем какие группы есть непосредственно вот у этого тренера здесь в этом зале чем раньше наверное тем лучше потому что повторюсь душевные навыки которые не только физически душевные навыки которые приобретают человек таких занятий они очень нужны вообще просто в жизни и христианину они нужны тоже потому что духовная жизнь это братья то есть это война это борьба у нас есть противник который нас ненавидит и хочет нас убить причем для вечности вот состояние лицом к лицу супротивником который хочет тебя повалить там сделать тебе болевой выиграть это же состояние очень похоже на духовное состояние христианина при этом надо сохранить себя от злобы от ненависти и как бы все равно на смиряться потому что любой спортсмен в спаррингах периодически проигрывает любой и надо к этому тоже привыкнуть им парадоксальным образом с одной стороны борьба лучше всего сам бы учит мужественности силе воли а с другой стороны учит смирению человека мой стаж церковной жизни не очень продолжительный регулярно посещаю храм исповедуюсь причащаюсь менее года хотя крещен уже более 30 лет в основном на служб бываю в одном из московских монастырей там много священнослужителей на исповеди попадаю к разным недавно сложилась ситуация в результате которой возникло несколько вопросов я хочу хожу обычно на самую раннюю службу к шести не воскресенье верующих приходит немного исповедь принимает два священника но в этот раз в монастыре был праздничный день народу было много вопрос 1 на исповеди я рассказал в чем каюсь пред господом помянув в целом о неудаче в сдерживании гнева агрессии по отношению к людям проявление гордыни довольно коротко привел пример проявление злорадства примерно я так делал ранее на это священие сказал мне что исповедь должна быть очень коротком приоркаю своих грехах так как народу много если каждый будет долго говорить то будут сложности состояние души нужно беседу с духовником а него нет ну вот первое что хочется сказать да мы приходим в храм и становимся общиной и конечно мы должны понимать что времени на каждого развернуто поговорить нету но смотрите вы приходите в гости там вас шесть человек или там вас четыре человека ставят торт хозяин или хозяйка вы можете взять два куска спокойно а если вас пришло восемь возьмете один небольшой кусочек также точнее со временем вы понимаете что вот сейчас такая ситуация что надо исповедоваться покороче ведь батюшке тоже хочется пойти в алтарь и причаститься в конце службы он вообще лишен литургии этот священник чтобы вас исповедовать или он не знаю может он будет служить на поздний так иногда организует поэтому конечно в этой ситуации надо понять что надо исповедоваться короче тем более что если вы ходите регулярно то почти каждый раз на исповедь подходит все-таки человек к нам священником с которым нужно чуть подробнее поговорить ну хотя бы там семь восемь десять минут именно ему посвятить иногда это вызывает такую такую ревность я очень много раз слышал эту брюк батюшка вот придет новый человек вы с ним долго разговаривать а нам в это время не посвящаете почему так ну вот потому что мы должны быть как старшие братья и сестры которые понимают что сейчас забота вот об этом новорожденного младенца которому которому нужно значительно больше нашего нашего внимания вот то что касается духовника семей не на лишнюю попить и попить на лимит пожалуйста то что касается духовника конечно надо помолиться чтобы господь вам указал помог найти священника с которым вы будете иметь возможность там раз в месяц встретиться сесть и поговорить и обсудить какие-то духовные вопросы которые нет возможности обсуждать на исповеди вот лучше чтобы это было так может быть прямо в этом же монастыре и надо найти такого человека тот священнослужитель который тот священнослужитель который ну вот как в щенка которым вы имеете больше доверия как духовнику попробуйте с ним поговорить об этом и помолитесь чтобы господь вам указал такого священника перед тем как начать прием исповеди священнослужитель сказал что тот кто исповедовался два три дня видимо пропущен назад и не имел после этого смертных грехов может причащаться неисповедовав текущий день так как праздник да совершенно верно так и есть я правильно понимаю что под смертным грехом в данной ситуации имелось ввиду гордыни жадность гнев зависть похоть ли в угодья и уныние да но реализованы в конкретных действиях тяжких понятное дело что блудный грех живет почти в каждом человеке но одно дело когда человек останавливает себя на уровне помыслов другое дело когда этот грех реализуется например в измене супруги конечно подходить к причастию без исповеди в этом случае нельзя потому что это будет просто бесчестно вы подойдете на исповеди вам скажут брат сегодня тебе нельзя причащаться а когда можно будет давай после службы с тобой поговорим тебе нам понести эпитемию меня зовут ладислав 44 года у меня вопросы мы были друзья с одним мужчиной но он с началом свой начал оскорблять россию воина в соцсетях мне это неприятно я перестал с ним общаться удалилась друзей не грех ли это не грех я думаю что вам надо только за него помолиться по что пройдет какое-то время может быть большое и если этот человек был вашим сердечным другом скорее всего после тех больших перемен а который происходит еще будут происходить вполне возможно что вы восстановите с ним дружбу и надо оставить дверь открытой ссориться с ним оскорблять его ответ не надо надо просто с ним помолиться до разговаривать пока невозможно у меня я впервые столкнулся с такой ситуации когда в школе осознал себя верующим человеком у меня были друзья и в армии такое тоже было которые при том что мне не нравились как люди мне хотелось с ними дружить но они поносили веру мне пришлось с ними разрывать может быть пройдет какое-то время идти этот человек вернется знаю что вы верующие да вот в вашей ситуации может быть точно так же я проживаю семью сша ходим в храм рпцз русского православного церкви за границей на литургии есть и к тени с молитвами за сша власти воинство российскую украинскую землю я патриот россии не могу на литургии молиться окреститься за америку украину правительство воинство когда они с россией воюют осуждают другие страны молюсь за россию власти воинство делу крест на знамени за нее и этот вопрос давал своему духовнику американскому священнику он сказал что надо даже за врагов молиться но он за ко всех молиться как мне поступать если мой грех вы знаете у апостола петра есть совет он даже не совет это заповедь молиться за за царя то есть за цезаря это времена нейроны жуткого и страшного человека по решению которого была организована первое масштабнейшие жесточайшие гонения на христиан и тем не менее за него надо было молиться это конечно было до гонения 64 года но все равно было понятно что это за человек страшно развращенный человек и связано это с тем что действительно мы молиться должны за всех вот может быть даже нам надо помнить о том что молитва это вообще как ни странно самое главное действие ведущие к изменению того что нас окружает для христианина молитва это самое великое что мы можем делать для того чтобы через нашу внутреннюю перемену через тут дух мира который приходит наши души через молитву то есть святой дух чтобы что-то вокруг нас изменилось поэтому у нас должна быть привычка молиться вообще за любого человека за человек который врез перед тобой без очереди господи благослови его там автомобилист который тебя подрезал или что-то еще тем более действительно за за тех людей которые ну которые делают тебе злой ли твоей стране почему и апостолы павла и он цитирует мысль по моему из пророка и риме и леса и он говорит что если ты молишься за врага то ты собираешь горящие угли ему на голову вы представляете что такое высыпать человеку на голову горящие угли да да то это значит некоторые видят в этом что как бы господь его накажет не об этом речь человек придет совершенно другое состояние ты приближаешь его к покаянию и вот эта молитва она действительно может его поменять тем более что конечно в америке допустим они же совершенно по-другому все видят у меня есть знакомый священнослужитель который как раз служил в русской служил в православной церкви америки во время вторжения в ирак и прихожане пришли и стали требовать от него завершать молебны он говорит ну как же так мы там пол земного шара страна на другой территории мы пришли мы там льем кровь местных людей которые вообще нам никак не угрожали ничего против нас никогда не делали одни на его страшно обиделись на там написали жалобы и год мы все равно должны молиться за воинов за наших им приказали вот они должны делать то что им приказали а мы должны за них молиться понимаете это проблема с которой сталкиваемся не только мы вот тем более что и конечно когда мы понимаем что с нашим отечеством сейчас происходит что с нами идет война на просто на уничтожение конечно мы должны молиться но если вы находитесь в общении людей с другими совершенно представлениями то помнить нужно о следующем что когда мы приступаем к чаше нас объединяет единство тела крови христовых которые выше всех разделений человеческих кроме кроме греха и ереси вот выше поэтому может быть лучшись там ни с кем это не обсуждать а просто там смириться и молиться за этих людей есть у вас возможность там причащаться слава богу здравствуйте у меня три вопроса так как я занимаюсь интернет деятельностью ввиду блока православию и истории данном случае мы коснемся православной деятельности скажите пожалуйста позволительно ли мире не навести православный блог даже в том случае если он не имеет богословского образования до позволительно конечно и очень хорошо что вы введете мой канал посвящен феномену чуда сопротивление бога и и церкви в контексте людей с овз вот почему почему мы плохо понимаем о том вообще что природу проповеди что такое проповедь что такое проповедь о христе до апостол павел спрашивает как уверовать бесслышание как услышать без проповедующего горе мне если я не благовествую петр говорит апостол дайте будьте готовы дать ответа своем повании скротостью в любое время потому что господь призывает людей через других людей к себе он им рассказывает о себе через нас грешных и окаянных если мы считаем что это мы проповедуем кого-то приводим то у нас ничего не получится но что дух горды нечиславия который встает у нас полный рост он мешает благодати божией просвещать этого человека а вот когда ты помнишь о том что и призываешь благодать божию о том что это она действует это на просвещает другого человека это сам господь касается сердца своего любимого дитя он о нем печалится о том что тот не знает о боге или знает неправильно он его ведет к себе вот а ты только ты только канал по которым это вода течет до благовестия или там такой образ в двадцатом веке был очень любимого проповедников ты только телеграфный столб через который проходят провода через тебя передает бог свое откровение знание о себе а если так тогда конечно мы просто самый главный вопрос не должны были можем ну что мы обязаны это делать обязаны делать помолясь и призывая благодать божию господи и благодать его в помощь не до прославлены твой святой господью с ним и отверзишь уста моего завести от хвалут господи будь словом в устах моих и мыслью в уме моем дай мне силу пошли благодать чтобы коснуться ума и сердца рабов твоих которые будут слушать приведи к себе через меня окаянного и я благодарю тебя за эту честь которую ты мне оказал дав возможность проповедовать тебе даже честь понимаете и вот тогда тогда все получится тогда найдутся слова и если что-то получилось то надо обязательно сказать господи убереги меня тщеславие и благодарю тебя за то вот туда мне возможность спасаться через через проповедь другим людям скажите как относиться к чудесам явлениям и голосам чрезвычайно осторожно чрезвычайно осторожно проверяя какой дух от этого рождается и проверяю все евангелием и мыслями святых отцов лучше конечно все это не слушать и последний вопрос грех ли желать стать святым ну конечно да я забыл сказать что может может быть когда вы когда вас господь призовет на проповедь то есть будут те кто готового слушать надо об этом советоваться с духовником вот если какой-то сложный вопрос совершенно не зазорно сказать что я сегодня не могу на него ответить я подготовлюсь и следующий раз скажу спросить у батюшки своего что он думает по этому поводу почитать святых отцов мысли на эту тему грех ли желать стать святым особенно если искренне этого желает если в этом желании нет места гордости а простое желание быть с богом помогать другим вообще это желание которое должно быть у нас обязательно будьте святы как свят отец ваш небесный это слова христа вот будьте совершенно как совершенно отец ваш небесный и это нормально просто как только мы начинаем работать в этом направлении мы понимаем что вряд ли мы этого достигнем но давайте вспомним что святой это не безгрешный святой это человек полный желание решимости жить по божий жить с ним и любви к богу и полной решимости следовать заповедям христовым такой человек святой вот а еще святой в терминологии апостола павла это это те люди святые которые выделены и стали божьими это такое библейское понимание святости отсюда кстати слова святотатство то есть это это воровство святого принадлежащего церковь вот там украсть не знаю там швабру в магазине это воровство украсть швабру в храме это святотатство потому что что-то посвятили бога ты это украл и вот так в таком виде да это зафиксирован кстати в литургии перед причастием последний возглас священника святая святым то есть святым всем стоящим храме который готовится причащаться святыня тела крови христовых дается святым людям вот поэтому с одной стороны мы уже святые вот в этом понимании потому что мы выделены в народ божий и мы христовы а святыми как людьми исполненными святаго духа его даров вот мы призываемся стать я была замужем браке мы прожили два года до брака жили в гражданском детей у нас нет мы развелись муж выпивал вел себя неадекватно вплоть до даже повешаться видимо хотел повеситься на данный момент мы общаемся но как друзья он закодировался недавно хочет вернуться восстановить отношения так как любит но у меня нет таких чувств любви крайне как раньше но в помощи ему не отказываю к нему вроде тянется душа что-то отталкивает не знаю что делать меня это мучает и не дает покоя подскажите пожалуйста как поступить вы знаете может быть поставить ему условия воцерковление ваших отношений его тоже конечно справиться с теми с теми грехами которые вы описали будет очень сложно особенно если человек подвержен алкогольной зависимости а с благодатью божией вы сможете и счастливую семью построить с венчанием со совместной молитвой совместным хождением в храм вот и все это преодолеть то есть на вашем месте я бы сказал хорошо но ты идешь исповедуешься причащаешься мы с тобой будем молиться мы что будем ходить в храм мы что будем венчаться и тогда если если вот такую жизнь мы с тобой начнем тогда есть надежда что мы будем счастливы и это нам будет всего спасение в радость может быть вот такое условие поставить ему если он скажет нет это слишком значит тогда он не очень вас любит и на самом деле он не готов меняться и он не ищет этого изменения и потом это значит что он другого духа он не верующий человек для него вера и церковь не так важны как для вас и это значит что рано или поздно вам будет очень тяжело рядом с ним потому что главное в жизни у вас у него будет разным это вообще для любого христианина христианки создающий брак если человеку не нужна церковь с таинствами если человеку не интересно читать евангелие если человек не умеет и не хочет учиться молитве то чем говорить какое-то единство это не единство никакое хожу храм почти 20 лет у нас небольшое село понимаю что осуждать ближнего грех но никак не могу справиться мысленно останавливая себя все время после исповед стало легче как научиться не осуждать как уходить от этого со мной поступили несправедливо поэтому осуждаю этого человека как справиться с этим ну до конца искоренить осуждение рождающиеся от несправедливого поступка к нам можно только благодатью божией потому что только христос сказал и призывал нас любить врагов то есть те кто создает и причиняет нам боль и зло и скорбь только во христе бог во первых сам это сотворил придя к нам зайдя на крест и молясь за тех кто в распинал а во вторых призвал к этому своих учеников поэтому есть слова христа том что молитесь за обижающих вас когда ты начинаешь молиться человека который тебя обидел у тебя постепенно появляется принятие этого человека в сердце она отогревается ты перестаешь на него злиться и уходит осуждение но надо понять что возвращаясь к мы мыслью к поступку где нам причинили боль обидели оскорбили снова могут появляться вот эти помыслы и снова надо гонять их молитвы то есть что-то человек такого там сделал пришло на память это событие сразу господи спаси раб от его такого-то и она сразу отойдет и сразу станет легче появится сила который поможет мне преодолеть эту неприязнь отец ведра помоги разнести вот это место в книге иисуса премудрости иисуса сына сирахова 24 глава 32 стих и я как канал из реки как водопровод вышла в рай почему вышла не вошла это же библии тут каждое слово на своем месте в толкованиях ничего не нашел как вы думаете по этому вопросу но речь идет о премудрости премудрость так говорит о себе это слова а премудрость это очень многогранное понятие этой святость это и благодать божия это и присутствие бога в моей жизни вот да по-гречески софия и как водопровод вошла в рай это вот как допустим от велик трубы из глины или там из кирпича обмазана глины сделали водопровод и вода вытекает из одного водоема другой и вот так вот премудрость проводит человека в рай она она как человека который ее любит который к ней тянется который по ней хочет жить вот она вводит его в рай как водопроводную воду в тот водоем или там озеро или хранилище для воды в котором собирается вода какие грехи несовместимы с причастием например есть смертный грех что это такое как человек может прощаться иметь такие грехи как вообще кажется таких грехах смертный грех это грех который ведет к к вечной смерти вообще классификация на смертные несмертные грехи это такое западное изобретение которое родилось в в очень юридицированном сознании западного человека вот дайте мне пожалуйста точные критерии критерии да вот это так а это не так вот досюда это не смертный грех отсюда это смертный грех с одной стороны этот это это попытка так все осмыслить она справедливо и понятно человек увлекся женатый человек увлекся чужой женой на работе вот у него снесло голову он влюбился он уже был готов готов даже к измене но она ему отказала ему гадко отвратительно и тошно на душе ему тяжело смотреть глаза своей жене в храм он приходит и это состояние только усиливается может ли он завтра причащаться если он принесет в этом исповедь в этом покаяния может если он придет и там заплачет и скажет вот так 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 и так батюшка вот я почти сотворил грех прелюбодеяния но господь помог мы удержались но душа вся перепачкана если священник увидишь что это искренне глубокое покаяние то может ли он допустить его до причастия может а если произошло все-таки падение то не должен движение одно но пройден какой-то рубеж за которым она становится смертным грехом и более того причастие такого человека будет ему в суд и в осуждение и священник который допустит его до причастия в таком состоянии тоже тяжко согрешит и должен будет подвергнуться там прещению на какое-то время от епископа вообще по канонам с другой стороны человек впал в такой грех прошло какое-то время например там прошел год он приходит об этом говорит что я изменил жене и все это время я каюсь я плачу мне стыдно мне тошно я себя кляну за это может ли священник посчитать что он все это время несет эпитимию да он несет молитвами эпитимию по своему собственному желанию усмотрению он может сказать ему там допустим начинается рождественский пост брат давай так почитай каждый им покаянный канон и готовься на рождество к причастию но в принципе вот если видно что это время действительно было молитвным таким трудом то священник может его сейчас допустить до причастия допустим воин который завтра возвращается на фронт он пришел на исповедь и кается в каких-то тяжких смертных грехах ну вот в ту в той же допустим измене жене может ли священник понимаю что это штурмовик который там неизвестно выживет или нет допустить его до причастия может поэтому вот такой классификации четкой нету если мы не смотрим ну контекст да если мы не рассматриваем в каком состоянии вообще сейчас находится человек у исаака сирина вообще есть дивные слова он говорит нет греха смертного кроме греха нераскаянного то есть нераскаянный грех допустим человек всю жизнь осуждал всю жизнь осуждал в этом не раскаялся не видел этого не соглашался с этим и так умер он не убил не украл не соблудил там таких вещей страшных казалось бы не сделал и тем не менее этот грех смертный ушел с ним вечность спасется ли его душа если в этом не каялся не знаю сказать не могу но за него страшно на него страшно потому что вот сейчас это смертный грех он даже не хотел его преодолевать поэтому с этим конечно очень сложно это вообще когда мы начинаем теоретизировать и вот о других думать все время есть ощущение какой-то фальши такой течение фальши и того что это не настоящее каково покаяние человека вот давайте возьмем всем нам знакомы жития марии египетской это женщина которая придавалась страшному разврату на корабле пока плыла в русалим с паломниками поставить она совратила людей которые плыли в паломничество что вообще как 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 дьявол себя вела она этих мужчин которые плыли молиться она их вела в тяжкие грехи тяжелейшие она покаялась искренняя и была допущена до причастия и причастилась там через два или три дня после последнего греха а потом она там 17 лет боролась с этими страстями и снова потом причастилась через 17 лет поэтому как как найти эту меру не знаю любовь божия через духовника человека который в сердце принимает кающегося который о нем болезную вот она и покажет эту меру когда и как человека человека допускать до причастия например по моему 7 лет и быть семья для человека допустившего прелюбодеяния но она может быть сокращена там до двух я бы сейчас могу ошибаться но по-моему это у василия великого есть такие комментарии но человек который никогда не причащался вообще не знаю что такое придет первый раз и на исповеди расскажет об этих своих грехах что он регулярно изменял свои супруги а там последний раз это был полтора года назад священник ему скажет так 7 минус полтора ночь пять с половиной лет вам не причащаться то с каждым ей без эту хорошо жил и душа его не возвратится не возродится он просто уйдет понимаете а задача у священника привести человека к жизни церковной задача объяснить как это страшно гадко и отвратительно какое-то предательство привести человека к покаянию ввести его в христическую жизнь найти какую-то меру молитвы которые сейчас может понести и управить вот это есть как бы духовническое искусство это это очень сложно потому что ты видишь человека первый раз например и что и что ты можешь это можешь только призвать благодать божию искать господи помоги мне помоги мне найти правильные слова в этой ситуации для этого человека уже я не понимаю как и также как с проповеди вот о чем мы говорили да если священник смирение чувство себя нищим вот в дарах управления другой душой если он помоляясь за этого человека попросит ему господь открывает что и как надо сказать а если священник тоже как как и проповедник скажет я все знаю там я 40 лет уже стою аналоя я сейчас все точно скажу вот то благодать божия ему не помогает и сердце человек не касается вот ну бывает что и касается но значительно сложнее потому что человек сам священник сам он в этот момент он мешает благодати божией коснуться сердце другого человека какие грехи несовместимы с причастием это немножко другой вопрос не не что такое смертной грехи с причастием несовместима несовместимы несколько вещей в послании коринфянам апостол павел об этом говорит что если мы себя не осуждаем если мы не размышляем о о те о таинстве теле крови христовых то есть если нету сокрушенного сердца и нету размышления о евхаристии о христе который в меня войдет завтра с утра вот эти чудные молитвы и канон из последовательства причащения то есть как раз молитва рассуждения вот без этого апостол павел говорит что многие из вас болеют и даже умирают что недостойно причащаются не рассуждая еще препятствием является ересь раскол тяжкая ссора когда ты мог помириться и не помирился когда-то не все сделал для того чтобы примириться является нарушение если ты не болен конечно тяжко поста и фристического то есть полуночи и это не грех но это является препятствием супружеские отношения в ночь перед причастием недопустимы вот остальные все грехи наши вот не тяжкие несмертные они не являются препятствием они являются теми ранами которые мы просим господа нас исцелить вот мы должны иметь сердечное сокрушение желание причаститься по возможности примиренность со всеми и мысли собранные на таинстве евхаристии на причастие дорогой отец федор я уже очень пожилой человек недавно подумал если душа бессмертно то значит она моя душа где-то жила до моего рождения вот здесь у меня кончается понимание как это нет церковь так не считает предсуществование душ церковью отвергнута господь творит из небытия вселенную и в момент зачатия человека господь творит его с этого момента и навеки бессмертную душу вот так верует церковь меня зовут сергей скажите пожалуйста могу ли я попросить благословение ношения подрясника дома на молитве если сам не служил в алтаре но иногда трудничаю при храме я думаю что это надо обсуждать с настоятелем вашего храма вообще зачем вам подрясник подрясник благословляется служителю алтаря именно церкви не просто служителю церкви служителю алтаря который давно уже как бы занимается этими трудами причем ношение подрясника по традиции благословляется епископом вот в мое время например мы учась семинарии только малое количество из нас получали благословение ношения подрясника те кто были под деканами то есть участвовали в архиерейском богослужении даже те кто алтарничали в храме покровском академическом кроме старшего алтарника и те кто пели на криросе мы не получали этого благословения подскажите как совладать с эмоциями найти силы когда целыми днями сидишь с ребенком дома сейчас мы еще с ним и заболели мы сыну два с половиной года назвали федор хорошее имя в честь федора муромского мы с мужем молились федоровской иконе божией матери часть моюсь редко в храме тоже часто бывает не будет не получается причащаемся раз два три месяца ребенка в храму тоже отвык ходит в рам только играть дайте совет пожалуйста спасибо вы знаете это тяжело но вот если оглянуться вокруг и посмотреть что сотворено на земле дома заводы дворцы невероятные постройки компьютеры какие-то достижения науки немыслимые совершенно а рядом человек один любой человек человек в тысячи раз сложнее прекраснее любого творения человеческого и любой деятельности потому что помимо всего остального человек это образ и подобие божия то человек это икона бога и поэтому деторождение воспитания детей на самом деле мы просто утратили это понимание это намного более высокое служение чем я не знаю чем там строить андронный коллайдер например или летать там на самом невероятном космическом аппарате человек это участвовать его воспитание формирование в написании этой иконы это великое занятие этим душа спасается и вы учите ребенка любви хотя современной женщине и мужчине это тяжело вот в нас в биту влит вот этот я до того что должна быть какая-то обязательно должна быть какая-то самореализация извините пожалуйста но ничего более великого чем воспитание человека нет может ли церковь причисляет человеку клику святых канонизирует допустить ошибку разные периоды были в жизни церкви государства может быть так что церковь шла на канонизацию человека под каким-то нажимом давлением правящий стране верхушки или после канонизации человека вскрывались какие-то новые факты биографии которые компрометируют святого стараются маневаться в правильность причисления клику святых были было ли подобное в нашей церковной истории вы знаете была знаменитая история с святой княгини анны кашинской вот когда ее мощи были открыты оказалось что рукаю сложно в двоеперстие это пришлось как раз на пик старообрядческого раскола и последователи этого раскола они восприняли это как такое знамение того что они правы ну конечно никто тогда не имел возможности заглянуть в историю и понять что во времена жизни анны кашинской все так крестились ну повторюсь что мы складываем три пальца во имя святой троицы и два во имя двух природ во христе человеческой божественной вот так вот все то же самое только наоборот христос истинный бог и истинный человек эти сложно во имя святой троицы мы крестимся так разницы в принципе особенно никакой нет это обрядовая сторона которая как как одежда на человеке имеет такую же ценность по отношению с человеком до одежда ничего не значит вот по стране с жизнью человека также точно и обряд он очень далеко по своей ценности хотя может быть прекрасным помогать встречать и видеть господа передавать опыт предыдущих поколений христиан поэтому это не значит что я говорю что обряд не нужен нужен но по сравнению с личным общением со христом он даже рядом не стоял вот а люди то время воспринимали его как чуть ли не важнейшую часть веры и в этом главная ошибка наших предков 17 века причем с двух сторон вот это шла борьба за второстепенная не первостепенная повторюсь важная прекрасная интересная но второстепенная может даже третье степенное и тогда мощи аныкашинской были закрыты службы и прекратили совершаться как бы иконы и были изъяты вот по причине борьбы с расколом потом слава богу в наше время мы и снова почитаем молимся этой великой святой женщине и как бы вот ее канонизация вернулась то что касается других случаев вы знаете обычно житие святого человека изучается тщательнейшим образом очень долго причем есть например афонская практика что вопрос о канонизации человека не может быть даже поставлен пока живы все кто его помнит ну потому что вот эта дистанция жизненного общения коротко очень она может помешать помешать и такому объективному спокойному взгляду церкви на этого человека то что касается каких-то вскрывающихся фактов да такое бывает бывает что допустим вскрываются какие-то именно какие-то факты из следственных дел из архивов нквд который сейчас архива фсб и вдруг узнается о каком-то человеке что он вот допустим участвовал в доносах я не слышу чтобы это такое было про кого-то из причисленных люк святых новомучеников но не хочу называть просто не хочу осуждать не знаю неведом не так или не так это знаю как как много лжи в этих следственных делах как много выдавалось желаемого следователями и дознавателями за желаем и за действительное как много клеветы они созидали эти люди для того чтобы как раз под руководством пучкова того самого для того чтобы заставить людей идти на те шаги которые были нужны допустим прикруткам к обновленческому расколу а вот там письмо такого-то архиерея где он его признает и подделанная подпись и владыка и вам пора мы вам дадим епархию там никаких больших там грехов вы не сделаете давайте этот подлог вот этот подлог потом остается в истории кто сейчас его может засвидетельствовать как подлог или как есть очень сложно вот поэтому канонизация новомучеников идет с очень многими фильтров и барьерами комиссия в каждой епархии и общая церковная комиссия рассматривает просто под микроскопом все имеющиеся дела и если есть хоть небольшое сомнение то отказывается в канонизации этого человека вот но так я хочу сказать следующее что я конечно верю что церковь в этих вопросах безусловно руководится духом святым и дух святой ошибиться не может поэтому если канонизация состоялся этот человек свят но как мы уже говорили в начале свят не значит безгрешен не значит святой не значит тот кто не ошибался вот не тот кто не падал знаете она у древнего святого из таких словам говорит отними искушение и опустеет рай то есть в раю только люди которые ваши прошли через искушение через можно даже падение через вот эту борьбу лютую против спасения каждого из нас иногда церковные древние жития дают нам новый взгляд на житья новомучеников вот сейчас очень распространена точка зрения когда говорят ну новомученики в основном все шли по политическим статьям их там расстреливают как врагов народа а чаще всего это было участие в каком-то контроляционном заговоре вот зачем почему вы канонизируете они преступники передов прибыли перед советским обществом вот смотри вот протоколы смотрите да они отрицают но и свидетели которые говорят что они там говорили что-то против советской власти и кстати почему они так это отрицали потому что они не хотели потерять свою награду можно было сказать да я говорил такое получить там там не 18 лет там а 10 и все-таки надеяться что через 10 лет ты вернешься к своей жене которая осталась без всяких прав без средств существования к своим детям и сможешь там просто хоть что-то зарабатывать им на еду но для них это было неприемлемо потому что и они исследователи прекрасно понимали что это ложь следователям ставилась задача посадить или расстрелять их за по политическим статьям и мотивам а и задача была в этом не пасть и не солгать и житие одного святого она очень очень похоже святой мученик андрей стартилат 1 сентября по новому стилю память его он как раз казнен не за христианство свое официально хотя по сути так он на территории современного израиля был командиром большого очень подразделение легиона или там стратилы видим эта часть легиона наверное я плохо разбираюсь вот и готовился принять крещение когда он или территория сирии может быть я сейчас не знаю где тарс находится когда он ливан наверно вот не сирия конечно когда он прошел оглашение приготовился к крещению вместе с большой группы своих воинов он ночью там на ночь поскакал в тарс там где стояла его стратила там там не было не было священника храма была договоренность они приняли крещение они надели белые ризы и возвращались рано с утра назад правитель области получил приказ от императора поскольку андрея чрезвычайно уважали схватить и обвинить его в чем угодно кроме христианства он этим воспользовался его арестовали за дезертирство за то что он покинул орлов региона не без не получив на это разрешение свой там своего начальства они отказались сопротивляться они сложили оружие и были все казнены вот он был казнен за дезертирство а на самом деле он был убит за христианство точно такая же ситуация с новомучениками официально большинство из них репрессировано по политическим статьям но на самом деле конечно все прекрасно понимали исследователи понимали почему они уничтожают этих людей потому что новая власть советская она ненавидела носители христианства и пыталась их всех уничтожить нас есть еще вопросы ну может быть озвучишь есть какие-то еще вопросы наверно еще на несколько сможем ответить добрый вечер всем добрый вечер есть вопрос очень можно совет от вас жил с мамой здесь она умерла 40 дней назад сами инвалид детства 43 года один семьи нет хромая работаю провизором в селе какой смысл дальше жить но смысл жизни вообще в служении богу мы несем эту жизнь пока и дает нам господь и потом мы приходим к нему в его отеческие объятия если мы преодолеваем свои грехи творим молитву ну что значит смысл жить мне кажется даже ставить так вопрос нельзя потому что в этом слышится конечно ваша боль но боль переходящая в отчаяние которых есть грех не надо не отчаивайтесь вы господу нужны вполне возможно что ваше теплое сердечное отношение к клиентам которые приходят покупать лекарства вашу молитву за них может может помочь спасению очень многих душ вообще христианин может на своем рабочем месте помогать людям ставить христиан становиться христианами если у поведения такое помоги вам господи это преодолеть эту боль скорбь в которой вы сейчас оказались напишите нам пожалуйста имя мамы могли за него молиться ваше имя господь вас укрепит есть еще вопрос про крестного и дочку крестные девочки не общаются с ними по причине того что была ссора уже лет пять назад пытались восстановить отношения со стороны семьи где дочка растет при этом просила понять семья почему не было так больно о чем была ссора не описывается но ничего не вышло пытался несколько раз восстановить отношения семьей крестного дочери крестный это муж мои подруги мы были прихожанки на церкви глех грех ли со стороны крестного что он не общается с крестницей грех вы знаете обычно мы мы как крестные не можем общаться потому что нас не пускают в эти семьи ну допустим семья мы два моего одноклассника где крестный папа у сына уже давно взрослого человека вот распалась семья и жена бывшая жена моего одноклассника она была категорически против общения ребенка с любыми друзьями отца в том числе со мной вот таких ситуаций много ли переехали куда-то в другую город уехали телефона нет все это но если есть возможность я как крестный конечно должен общаться своими детьми и ну прежде всего молиться за них вот поэтому это нужна ошибка крестного это неправильно хорошо это здравствуйте с федор один известный священник в медиапространстве отвечая на этот вопрос сказал что второбрачная женщина не чистая это вина обоих новых супругов они оба виноваты в прелюбодеянии моя жена моя единственная любимая женщина была в первом браке брак распался не по ее вине мы вместе уже девять лет есть дочь венчана чином первобрачных я очень благодарен господу свою жену и не еще оправдание столько радикальных мнений на этот вопрос для меня он очень важен да он видимо основываться на словах женящийся норове заведенный прелюбодействует вы знаете все наши рассуждения о браке утыкаются в то что мы находимся в падшем мире мы падшие поэтому мир падший и есть слова христа когда он отвечает о том что моисей заповедовал давать разводное письмо говорят конечно я как же да разве нельзя разводиться он говорит мы все и по жестокосердию вашему вам это разрешил а в начале было не так вот как было в начале никто не знает что это было в раю а мы а мужа давно не в раю и мы туда стремимся только и построить отношения подобные тому как отношению в раю мы похожи с стремлением туда мы призваны в своих семьях а то что мы грешники принятые богом через покаяние да это так вот он говорит книжникам и фарисеем мы три блудницы вперед вас идут царство божие блудницы это проститутки простить это профессиональные проститутки вот он на них такое сказал понимаете поэтому да в том что вы женаты на разведенной женщине есть беда греха вот как болезни которые все поразил но слова ваши которые вы не говорите вот прекрасные они в них чувствуется такая любовь и такое тепло к ней и такая радость вы молодец не смущайтесь живите дальше творить из этого счастливую христианскую семью я хотел обратить внимание в этом вопросе есть словосочетание чином о первобрачных вот это очень важно о чем идет речь есть чин повторного венчания да о второбрачных он называется этот чин вообще очень мало похож на венчание он покаянный действительно вот он суп это сокрушение сердечное о том что вот мы не издюжили мы живем в этом мире и мы сами и есть грех в этом мире мы его прежде греха это прежде действие человека но просим прощения господи прости и соедини нас соедини этих людей точнее вот но если один из супругов первый раз выходит замуж или женится тогда церковь ради его вот так того что он не согрешил ради него она совершает а второй был женат или был замужем она совершает первобрачный чин то есть обычное венчание и только тогда когда оба были уже в браке распались тогда только вторым чином почему чтобы никак не не вести в уныние не вогнать уныние и не не раздавить вот духовно того человека который не не согрешает а то что господь принимает к себе в свое царство людей зараженных грехом и спасает нас всех нас в этом и есть наша радость и наша любовь вот поэтому кто из вас без греха 1 брось у нее камень как господь говорит то не надо не смущайтесь не смущаетесь живите хорошо в своем счастливом браке будьте счастливы как здравствуйте отец федор как избавиться постоянного страха одиночества и немощи и немощи в старости откуда этот страх что я буду жить очень долго но останусь одна сейчас есть муж и дочь взрослая вообще к старости а человек действительно чаще остается в одиночестве в том смысле что господь постепенно через немощь телесную отнимает возможность такой бурный активной внешней деятельности и в этом промысел божий для того чтобы человек возрастал в молитве при этом искусстве вали молитвном делании поэтому первое что надо делать надо больше временем посвящать молитвы меньше физическим трудом и больше молитвы время пришло это самый главный труд когда вы начнете молиться вы обретете такую радость что вы уже не будете в одиночестве вот молительная практика такая когда это настоящий труд когда это много не когда это там там 15 минут утром 15 минут вечером просто вот потому что надо и и там три часа воскресенья когда это молитва настоящая вот то тогда человек не чувствуете одиноки но я думаю что вам надо очень крепко помолиться чтобы дочка вышла замуж у вас появились внуки которые не оставят вас одну в старости а будут вас любить и помогать вам есть чего да у нас есть два очень сложных пространных вопроса первый отец федор объясните пожалуйста каким качеством должен обладать православный мужчина но я думаю что это во первых нас есть на тему видео сейчас постараюсь кин ссылки во вторых это как бы но эта тема наверное на отдельный стрим давай подготовлюсь второй вопрос просто прекрасен скажите еще пожалуйста что значит нам быть настоящим православным христианином но это на несколько еще стримов отдельно это так быстро не ответить игорь это больше серьезно можно можно сказать что что это регулярно евхаристия который вы участвуете делает вас православным христианином любовь к молитве молитвен труд изучение чтения священного писания и настойчивое стремление исполнить заповеди божий вот это делает вас православным нас всех православными христианами давайте на этом сегодня остановимся спасибо вас господи благодарю вас за терпение и прошу прошу за меня помолиться и на